Доброе утро, добрый день или добрый вечер! Сегодня мы завершаем 22 главу книги Деяния апостолов, читаем с 17 по 30 стихи. И мы рады тому, что вы вместе с нами приняли решение развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И мы благодарны друзьями и партнерам служения за то, что вместе с вами мы можем делать то, что мы делаем – осуществлять выпуски этих подкастов, формировать хорошие курсы для обучения, которые предоставлены всеми каждому в открытом доступе. Благословляем всех наших друзей и партнеров. Аминь. Аминь. И перед тем, как мы сегодня с вами откроем Писание, давайте приготовим наше сердце в молитве. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса, и мы осознаем, что без Тебя, Святой Дух, мы не можем разуметь Писание. И верой прямо сейчас мы принимаем ведение, направление, мудрость, откровение от Тебя во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, 17 стиха. Напомним, это речь Павла, которую он обращает к огромному собранию в Иерусалиме, в то время, когда его сейчас взяли римские войны, но тысяченачальник позволил ему сказать свою речь. Итак, Павел продолжает. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут Твоего свидетельства о мне. Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его истерек одежды, побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря, истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль в воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь делать? Этот человек – римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяченачальник отвечал, «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал, «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними. Аминь. Поздравляю, мы завершили 22 главу. Итак, перед нами свидетельство Павла, которое он сейчас возвещает огромной разъяренной религиозной толпе. Помните, в прошлом выпуске у нас была часть его речи, которая касалась его встречи с Иисусом на дороге в Дамаск? Затем, как Бог через Ананию служит ему в Дамаске, и после того, как он принимает крещение, крестится во Христа, Павел говорит, и затем я возвращаюсь в Иерусалим. И особенность вот этих двух стихов, 17 и 18, в том, что ранее, когда мы читали с вами об обращении Павла, а это описано детально в 9 главе книги Деяний, вот этого описания мы там не встречаем. Буквально вот этого события, что Павел, возвратившись в Иерусалим, идет в храм молиться, и там у него происходит некое духовное переживание. Он говорит, я пришел в выступление. Это очень похоже, когда мы читали с вами историю о Петре, который молится на крыше дома, и он также приходит в выступление, видит видение, когда полотно спускается, и Бог говорит ему, заколи и ешь. Так вот, Павел что-то подобное переживает в храме, когда молится. И он говорит, я пришел в выступление и увидел его. Увидел кого? Он увидел Иисуса. И помните, в прошлом выпуске мы говорили, удивительная какая-то особенность Господа, что он не выдает Павлу всего послания, а как будто разделяет его на части. На дороге он говорит ему одну часть послания, через Ананию он говорит ему другую часть послания. Сейчас, когда он приходит в Иерусалим и молится в храме, Иисус дает ему следующую часть послания. Я напомню вот этот тезис. Переходы от одного послания к другому напрямую связаны с тем, что мы делаем с вами с прежде полученным посланием от Господа. Будет ли Бог открывать нам что-то новое и переводить нас на новый уровень, напрямую связано с тем, что мы позволили с вами совершить тому слову, которое получали прежде. Вы скажете, ну что, если я пропустил прежде какое-то полученное слово, Бог со мной больше разговаривать не будет? Нет, Он будет с вами разговаривать, но Он будет разговаривать с вами именно о том, о чем Он прежде с вами говорил, на том уровне, на котором Он прежде с вами говорил. Он не будет говорить с вами об откровениях на другом уровне. Тот же апостол Павел Затем будет учить этому в послании к евреям, когда будет обращаться к церкви и говорить, я бы хотел возвестить вам сейчас откровение об Иисусе, как о первосвященнике, но вы не способны принять. Я хотел бы вас сейчас накормить вот этой пищей, но вы не можете это вместить, потому что вы младенцы. Мне снова нужно питать вас молоком, а не твердой пищей. Почему? Потому что по возрасту вы остались на том уровне, и ассортимент духовного питания для вас мне снова нужно использовать вот именно вот такой, детский, младенческий. Но если задаться вопросом, а почему то собрание не выросло до той зрелости, в которой бы Павел возвестил им, можно сказать, другой уровень откровений? Ответ все тот же. Все зависит от того, что прежде полученное ими слово могло осуществить внутри них. А получается, то слово не смогло произвести в них рост, не смогло перевести их к большей зрелости. Аминь. Это больше было напоминание из прошлого выпуска, но сейчас, возвращаясь к Павлу, который вернулся в Иерусалим, я бы хотел выделить также еще вот следующую картину. Попробуйте визуализировать, что сейчас происходит в жизни Павла. Павел всего лишь некоторое время назад выходил из Иерусалима одним человеком, а сейчас возвращается в Иерусалим совершенно другим человеком. Помните, что когда он выходил из Иерусалима, он выходил наполненный ненавистью, злобой, желанием хватать, убивать всех, кто исповедует имя Иисуса. Он ревностно получил эти письма от первосвященников для того, чтобы хватать христиан в Дамаске. Происходит обращение Павла в Дамаске, и сейчас мы видим, что возвращается в Иерусалим совершенно другой Саввел. Но куда он возвращается? Он возвращается к тем людям, которые его прежде знали как кого? Как фарисея и гонителя церкви. И он понимает, что ему сейчас предстоит встретиться с теми же первосвященниками, со всем его прежним братством, которое будет спрашивать его, ну и как у тебя все получилось? Как тебе получилось подавить всех тех еретиков в Дамаске? Давай-ка рассказывай. А Павлу придется сейчас свидетельствовать совершенно другую историю о себе. Я, конечно, не знаю всех деталей, в какой момент сейчас Павел находится в храме и видит это видение и получает слово от Иисуса. Я почему-то склонен верить, что это он сделал прежде всего. Он прежде всего отправился в храм искать лица Господа. И Бог там ему дает ориентацию, как ему действовать здесь, в Иерусалиме. И вот к какому тезису это меня приводит. Прежде чем идти каким-то людям для свидетельства им о том, что Бог сделал в вашей жизни, нам прежде всего стоит идти в молитве к Господу. Потому что здесь мы видим, когда Павел молится, Иисус ему говорит. Павел, здесь, именно здесь, в Иерусалиме, твое свидетельство не примут. Я посылаю тебя в другое место к язычникам. Там свидетельствую. Вы скажете, ну как это? Нам же надо всем везде и всякому говорить Евангелие. Да, мы с вами призваны к тому, чтобы нести Евангелие до края земли. Но тем не менее, мы призваны с вами делать это вместе со Святым Духом. Или вернее, всегда советуясь с Ним о том, где, как, кому свидетельствовать. И это важная составная. Потому что со стороны Святого Духа Он также делает огромную работу с тем, чтобы приготовлять людей, их сердце, их разум для того, чтобы они услышали проповедь Евангелия. И скажу больше, перед тем, как вы встретитесь с каким-то человеком, чтобы возвестить ему Евангелие, Святой Дух прежде позаботится о том, чтобы приготовить его сердце и разум для принятия вашего послания. Поэтому вы не можете исключить важность служения Святого Духа в жизни того или иного человека. В общем, тезис, прежде чем идти к людям для свидетельства о том, что Бог сделал в вашей жизни, прежде отправьтесь в молитву и поговорите об этом с Господом. И вторая деталь на этой же картине, вот его молитвы в храме. Смотрите, Павел-то приходит в храм. Он не просто где-то у себя в тайном месте молится. Он приходит в место, в котором более всего вероятно, что его узнают, как Савла. Те самые друзья и сотоварищи, которые его отправляли прежде на миссию. И в этом месте вполне вероятно могла произойти вот эта встреча и начаться вот эти дебаты или разговоры о том, что и как произошло с Павлом. Но когда Павел отправляется в храм и он молится в храме, это говорит о том, что он в этом месте ищет не просто людей, не просто того, чтобы утвердить свою позицию, он ищет лица Божьего. Здесь мы также можем взять для себя хорошую мудрость. А кого мы с вами ищем, когда приходим в место молитвы? На ком сфокусирован наш с вами пояс, когда мы приходим в то или иное собрание? Мы на людях фокусируем свое внимание? Или когда мы приходим в собрание, нам все-таки удается фокусировать свое внимание на Боге и на том, что Он хочет нам сказать в этом собрании? И здесь мы видим интереснейший диалог. В 18 стихе Господь дает ему конкретные рекомендации в вопросе служения, в вопросе того, к чему он призван, какова Божья воля для него, что ему делать, куда ему уйти. И когда Бог ему это озвучил, посмотрите, реакция Павла в 19 и в 20 стихе. Что Павел озвучивает в этих стихах? Он озвучивает свои прошлые ошибки и грехи. Посмотрите, Бог призывает Павла сейчас на служение, а Павел в ответ ему говорит, Бог, ну ты понимаешь, что как бы там есть люди, которые видели, слышали, знают, что я и вот это сделал, и там был, и вот тут участвовал, и это все было так не классно, это было нехорошо, это было против тебя и твоих же людей на этой земле. Это сам Павел сейчас вспоминает о том, что он делал до ныне. И в данном случае это яркая иллюстрация, что когда мы рождаемся свыше, друзья, Бог же не стирает нашу фактическую физическую память, поэтому да, мы рождены свыше, но при этом мы помним все те ошибки и грехи, которые мы делали до этого. Ведь это же были факты, которые Павел озвучивает. И эти факты, они не были стерты из памяти Павла или из памяти окружающих его людей. Это помнил как сам Павел, точно так же это помнили и окружающие его люди, и он это прекрасно понимал. И для меня вот в этой части настолько важный маячок был в отношении того, чтобы учиться ходить в праведности Божьей, не позволяя ошибкам прошлого удерживать нас от воли Божьей в настоящем. Посмотрите, Павел рассказывает Богу о своих прошлых ошибках и грехах. А как реагирует Бог на это? Смотрите, 21 стих. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Такое впечатление, что 19-20 стихи вот Бог как будто бы вообще не слышал из уст Павла. Вот как Бог начал в 18 стихе говорить ему о том, что ему надлежит делать. И в 21-м он как бы продолжает. Иди дальше, я тебя в другое место отправляю. И мне так понравилась реакция Бога. Посмотрите, Он не идет на поводу того, чем сейчас говорит Павел. Хотя я понимаю, что Павел сейчас искренне исповедуется перед Богом. Бог это все знал лучше, чем Павел и все окружающие его. Но посмотрите, Бог не подхватывает эту тематику. Бог не подхватывает тематику наших прошлых грехов, ошибок, промахов, всего того, что не получилось или получилось не так. А, да-да-да, точно, слушай, я же забыл, Боже, кого я призвал. Слушай, хорошо же ты мне напомнил, Павел, знаешь, а то я тут для тебя, знаешь, такую великую судьбу приготовил. Столько людей должны к покаянию прийти через тебя. А я же-то и забыл, что ты натворил. Так-так-так, надо что-то делать с этим. Нет, вы не увидите такого Бога. Бог не просто не поддерживает, Он совершенно никак не поощряет Павла вспоминать его прошлое. Но что делает Бог вместо этого? Он ведет его дальше. Почему? Да потому что, во-первых, опять-таки, для Бога ведь это не сюрприз. Послушайте, Бог в курсе дела всех грехов и ошибок, которые мы когда-либо сделали. Даже в курсе тех, что мы пытаемся скрыть от других. Он все знает. Поэтому даже когда вы ему что-то рассказываете из своего прошлого, для него это не новость. Но вы посмотрите, что еще более важно. Для Бога жертва Христа намного важнее наших ошибок. Именно поэтому Отец больше не занимается тем, чтобы вспоминать наши прошлые грехи и ошибки, потому что с этим на кресте разобрался Иисус. Ведь именно с этой целью Иисус пришел на эту землю в умилостивление за наши грехи. Он забрал на себя все наши ошибки, все наши проклятия, все болезни, все грехи и последствия за них. И Отец прекрасно помнит цель прихода Иисуса на эту землю. Послушайте, Бог не забывает Иисуса и его жертву. Я понимаю, что это может быть странно, звучит, но это важно научиться применять на практике. Именно в сегодняшней нашей с вами жизни. Бог Отец ценит, высоко ценит жертву своего Сына Иисуса Христа. И на нас с вами Он смотрит исключительно через эту жертву. Вот почему Он не занимается раскапыванием прошлых грехов. Потому что таким образом Ему как бы придется отодвинуть жертву Христа в сторону, сделать ее менее важной и значимой, а на это Он никогда не пойдет. Поэтому Бог не подхватывает этот диалог с Павлом, а перенаправляет его в другое русло. И смотрите, что мы имеем дальше. Если Бог не вспоминает нам наши грехи и ошибки, и Он не определяет для нас судьбу на сегодня, исходя из ошибок прошлого. То есть если Бог этим не занимается, отсюда следует второй пункт, друзья, то и нам с вами этим не стоит заниматься. Нам не надо с вами копаться в том, что где как в прошлом мы сделали не так. Почему? Да потому что у всех и у каждого на этой земле обязательно найдется достаточно большой список всего того, что было сделано, сказано и подумано не так. И напомню, именно поэтому, именно поэтому Иисус пришел на эту землю. Как тот же Павел писал, что все согрешили, все были лишены славы Божьей. Именно поэтому нам и нужен Иисус. И теперь отсюда третий пункт. Смотрите, первый, Бог не занимается тем, чтобы вспоминать нам прошлые грехи и ошибки. Отсюда следует нам. Не надо этим заниматься. И вот здесь нельзя забывать третий пункт. Тогда почему же мы позволяем дьяволу так легко и просто приходить в любой момент, когда ему захочется, со своим мусором, вины и осуждения? Почему вдруг он среди ночи может прийти и вывалить на нас шквал осуждения? Почему просто средь бела дня, когда вроде бы все хорошо, человек вдруг начинает чувствовать себя никем и впадать в депрессию, позволяя дьяволу напоминать все то, что этот человек сделал неправильно, и вот поэтому ты сегодня не имеешь того или иного. Друзья, если Бог этим не занимается, нам не надо с вами этим заниматься. Знаете, какой третий пункт? Нам надо перестать позволять дьяволу это делать в нашей жизни. Это единственная личность во вселенной, которая заинтересована сделать жертву Христа в нашей жизни незначимой. Как будто бы это больше не работает. Как будто бы это работает для всех и для кого угодно, но только не для тебя. Только не в этом случае. Ну ты что, ты же уже верующий сколько лет, а до сих пор вот на одном и том же месте спотыкаешься. Да сколько можно? Не, ну я понимаю, конечно, Бог долготерпеливый, но настолько, чтобы тебя терпеть. Это ложь из ада, которая послана в жизнь человека, чтобы украсть, убить и погубить. И единственная реакция на подобные вещи с нашей стороны должна быть применение власти, связывать все эти лживые обвинения и запрещать ему вообще говорить нам подобные вещи. Вот поэтому сразу же в такие моменты нам нужно возвращаться к жертве Иисуса. И не просто к Иисусу, который на кресте, а к Иисусу, который уже воскрес. Он уже воскрес. И написано, воскрес для оправдания, не для осуждения. И это пишет опять-таки тот же самый апостол Павел, который не просто в теории где-то что-то узнал об этом, а который на личной практике пережил силу искупления, силу воскресшего Христа, позволив оправданию Иисуса наполнить свою жизнь. И теперь еще один хороший вопрос. А как вы думаете, а для чего и зачем дьявол пытается использовать чувство вины и осуждения в жизни человека? Посмотрите на этот, скажем так, бутерброд. 18 стих – Бог говорит о служении Павлу. 19-20 стих – Павел говорит о прошлых ошибках. А 21 стих – Бог опять выводит его в тематику его служения. И значит, что я увидела здесь, что через чувство вины и осуждения пораженный и лживый дьявол желает уводить людей, выбивать людей из воли Божьей, выбивать людей Божьих из их призвания, из того, что Бог определил для них. Для каждого человека у Бога есть призвание, независимо от прошлых греховых ошибок. Даже если этот грех или ошибка была совершена 5 минут назад, это уже прошлое. Обращаемся к Иисусу с покаянием, возвращаемся к оправданию через заместительную жертву и снова двигаемся в том направлении, которое Бог определяет для нас. Поэтому, когда вы вдруг столкнетесь с очередной порцией чувства вины или осуждения, то хорошо бы задать Богу вопрос, из какой воли Божьей дьявол сейчас пытается меня выбить. Потому что раз дьявол вас сейчас атакует, значит, он почувствовал опасность. Я напомню вам, друзья, что когда пораженный лживый дьявол пытается нагнать на вас страх, то он это делает только по той причине, что он сам боится. Знаете, кого боится? Он боится Христа, живущего вас. Он боится той идеальной и совершенной воли Божьей, которая предопределена для вас. И в этой воле Божьей для дьявола только одна судьба. Это полное поражение. Поэтому он понимает, что если он позволит вам войти вот в эту волю Божью, тогда у него вообще не осталось шансов. Поэтому если ему изначально получится пронести в ваше сердце, в ваш разум некую порцию вины и осуждения, то он понимает, что это будет удерживать вас. От чего? Отхождение в совершенной воле Божьей, а значит, в том, чтобы выходили в совершенной любви Божьей к вам. И теперь, друзья, я верю, что с этого момента, это больше не про нас с вами, я верю, что с этого момента мы принимаем с вами решение всегда давать отпор всякому чувству вины и осуждения на основании жертвы Христа. Не на основании наших дел, а на основании Писания, которое говорит, что он умер за всех нас, и он воскрес для нашего оправдания. Бог любит нас, и он полюбил нас еще, когда мы были грешниками. Впитывайте в себя эти истины, размышляйте над ними, провозглашайте их в свою жизнь. И тогда в любой момент, когда бы не подкрался лживый пораженный враг, вы всегда сможете дать ему отпор. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание. А что думаете о прочитанных стихах вы? С радостью почитаем обратную связь от вас в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу, также в 14.00 по киевскому времени, у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, и вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими. Аминь. В завершении давайте поблагодарим Господа. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое слово, за Твой совершенный план для жизни каждого из нас, за Твою совершенную волю, в которую Ты ввел нас, и мы соглашаемся, и мы просим Тебя, помоги нам всегда и во всем совершенно следовать Твоей воле по тому пути, по которому должно нам идти, делая то, к чему Ты призываешь нас. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. И снова напоминаем, вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли. Субтитры создавал DimaTorzok